Вы знаете, несколько лет я нахожусь в составе, ну, как сказать, такого телевизионного, экспертного совета, что ли, не знаю, соучастия вот в этих Евровидениях, да, на российском канале, Россия-1. И вот эта замечательная кончита, и предыдущая, и девять. Вообще, я хочу сказать, что трудно сказать, это все-таки вкусовые вещи, но у меня такое ощущение, что из музыки ушла музыка. Что сегодня Евровидение — это больше парад представлений, возможностей, технологий, эпатаженностей, каких-то невероятных, ну, с вывертом дорожек, как говорят, как у нас в Одессе, да. А про музыку немножко забыли. И, может быть, это, с одной стороны, помогает, с другой стороны, может быть, это и мешает. Насчет сегодняшнего участия в Евровидении, ну, с одной стороны, правильно, что поехали, потому что это же не наше решение, это ихая песня, да, как говорят у нас в деревне. Ну, нормально, но я думаю, что это уже не имеет никакого значения. Выиграет она там Полина Гагарни, желаю успеха и сил, потому что это не очень трудно ехать заведомо вражескую, понимаете, в катакомбы, где там, может быть, все, что хочешь. Ну, я не думаю, потому что музыкантская среда, она другая. И политика – это политика, а музыка – это музыка. И когда люди встречаются, музыканты, певцы, они существуют на другом интонации, на братской интонации, взаимодействии. Ну, конечно, соревновательная тема – это другое дело, но, в принципе, я не думаю, что там будет, так сказать, Монтеки и Капулете. Я и желаю, но, в принципе, это не имеет никакого значения, какое оно получит место – 35-е, 1-е, 2-е, дай бог, желание, но чтобы она не расстраивалась, и как будет, так будет, будешь помочь. Спасибо.